Ребята, ну что делать, я немножко задерживаюсь, давайте я начну пока, мы украиваемся. У меня долгий день ожидаем вас, я уже 5-7 занимаюсь UX и UI девайвером, работала с компаниями Reduitor, Lingualeo, YouTube International и сейчас я работаю как независимый специалист. Ну и у меня психологический бэкграунд, то есть я закончила с этой группой психологии, и конечно я, в любом случае, не однодушна к этому вопросу. И наткнулась на ряд исследований, которые, на мой взгляд, довольно любопытные и полезные всем дизайнерам UX. Их хотела бы сегодня с вами не поделиться. Значит, моя цель сейчас от вас как бы вовлечивает оба и передать эту мысль, что нужно там копаться, нужно искать, можно много-то найти интересного для нас. И нельзя это игнорировать, потому что, ну как правило, изучаем типографику, изучаем сетки, там, не знаю, все что угодно, но вот эта часть, как я вижу, повсегда. То есть, на мой взгляд, очень мало людей пользуются этими знаниями, и нужно, в общем, есть смысл в том, чтобы популяризовать науку. Сначала вот часто такое вижу, что люди, например, люди купили калактные решения, копируют их, но они копируют так немножко глупо, не понимая, что лежит в основе этого решения. Мы уже замочились, теперь заговорили. Осталось его за ростом. Ну что ж, мы прогресс, но мы все равно едем на тренинг. Значит, смотрите, я сейчас вас предупрежу. Я надеюсь, что вы сейчас с вами общаться активно, но сегодня будете спать, вам придется вдумать. Значит, если кто-то из вас будет знать ответы на вопросы, потому что вы уже раньше встречали этот материал, вы, пожалуйста, молчите, потому что вы сами догадались, вы просто уже в курсе. Да, дайте другим людям получить удовольствие от того, что они любят это решение и выскажут свои вопросы. Договорились? Окей, отлично. Значит, поведенческая экономика. Кто что-нибудь про это знает? Слышал, читал, вообще в курсе? Когда экономишь, все равно победил. Да, здорово, одна версия есть. Смотрите, это такая наука, она находится на стыке психологии, экономики, поведенческих наук других. И вот они исследуют эту область, исследуют, какие факторы поведенческие, когнитивные и самые-самые-самые разные, которые влияют на принятие решения любви, и о любви в том числе. Я выкатилась, значит, решают, влияют на принятие решения любви. Я, правда, волнуюсь из-за техники, но, к сожалению, так у меня не очень... Так, я вас развлекаю, значит, не смотрю туда, это тоже пока. Значит, смотрите, да, то есть такая была на стыке наук, и вот тем она интересна, потому что фото, которые там обнаружены, могут быть приведены к самым разным областям науки и практики, да? Значит, о чем мы сегодня поговорим? Мы будем рассуждать. Я буду рассказывать об этом с вами и дальше задавать вопрос, и мы вместе с вами подумаем, как это можно применить в области Х, потому что для меня это тоже вопрос еще открытый. Отчасти я стараюсь это как-то применять в тех решениях, которые требуют клиентам, но уверена, что еще есть большой потенциал. Так, мы уже доверились, да? Да, дальше тогда. Окей, да, отлично. Так, значит, смотрите, да, мы поговорим про эти вещи. Конечно, это только маленькая часть из того, что там есть. На самом деле эта сфера гораздо больше, там очень много интересного, но про это тоже в конце концов нет. Поговорим про архитектуру выбора и какие силы толпы. Так, значит, давай дальше. Значит, первый вопрос к вам, да? Вот это есть, наверное, многим знакомым, но вы можете помнить или не знакомы. Все равно я считаю, что это очень интересная штука, да? То есть это результаты процентов людей, которые согласились поучаствовать в программе донорства органов, да? Вот мы здесь, Дания, Нидерланды, Англия, Германия, а здесь вот остальные европейские страны. Какие есть гипотезы, почему так получилось? Как это можно объяснить? Религия. Религия, отлично. Мы договаривались, что если вы знаете, вы молчите. Спасибо. Люди, которые не знакомы с этим, да, вы скажите вашу гипотезу. Ну, все что угодно, нет неправильных ответов, пожалуйста. В целом традиция. Традиция. Какие-то культурные традиции. Какие-то культурные традиции. Какие-то другие. Они дали куплини уже недавно задолженно. Да. Кому предлагали? То есть здесь уже все запасные органы. Предлагали обычным людям. В данный момент, когда они там, ну, я точно не знаю эту историю, значит. Ну, на самом деле, например, в Бельгии там была огромная компания. Они пытались вовлечь, ну, буквально каждого человека в программу дорожного органа. То есть на случай, если не здоровый там, что с вами случится. На самом деле, всех поголовно. Преференции. Преференции какие-то, да? Качество рекламы. Программа была. Качество рекламы. Так. Ну, хорошо. У нас сейчас есть целый диапазон гипотез. Давайте посмотрим, ну, вот, кто из вас был ближе всего к ответу, да? Давайте посмотрим дальше. Окей. Смотрите. Вот эта форма, которую они должны были запомнить, когда, значит, их приглашали к участию к этой программе. Какого-нибудь еще гипотеза? Ну, нет. Я это не сказал. То есть они, возможно, были выгодны не те слова, там, то есть не те подходы. Какие-то слова, какие-то подходы. Вкладка по умолчанию стояла. Вкладка по умолчанию стояла. Я принимаю по этим шлеймом. А, давайте дальше, значит, смотрите. Вот так, вот эти программы, да? Вот эта часть, смотрите, да? Давайте сейчас вот так поиграть. Смотрите, разница, значит, между первым и вторым в том, что они получили вот эти формы. Да? Вот они вот такую форму. Здесь написано поставьте отметку, если вы хотите участок, по крайней мере, у нас органов, поставьте ответку, если вы не хотите участок. Праве будет выиграть в любом случае. Так. Правая. Но больше людей – правая. Ага. Потому что кому-то нужно поставить. Да. Ну, на самом деле, действительно, это так. То есть, получается, что, смотрите, что происходит. Человек получает сложную форму. Огромное количество условий. Такое сложное решение, да? И что происходит на самом деле, когда они доходят до этой опции, и ничего не происходит. То есть, вот, депортная опция, да, которая здесь представлена, это не выбор. И это, на самом деле, происходит на самом деле. Человек не выбирает. Что бы тут ни было написано, независимо. То есть, смотрите, да, на самом деле, решение поделяется дизайном формы. Вот как вы думаете, когда этих людей потом, постфактом, естественно, изучалось, почему одно исследование было, дептина, другое нет. Одна программа, да? Дептина, другая нет. И спрашивали, почему вы сделали такой выбор? Как вы думаете, что они отвечали? Не знаю. Не знаю. Что-то, говорит, не заметили, да? Ну, на самом деле, вообще-то удивительный факт, но в обоих случаях у людей была масса причин, масса объяснений тому, почему они поступили именно так. То есть, никто из них не утверждал, что этого не заметил. Или что-то на самом деле они заметили, это всё в порядке, это прошло через сознание. Но, тем не менее, выбор этих людей был больше не менее определён не их убеждений или там их объяснений, а тем, как была спроектирована эта форма. То есть, что мы видим, что в случае какого-то сложного решения, да, мы иметь тенденцию идти по пути наименьшего сопротивления. Давайте посмотрим дальше на другие примеры, как это ещё происходит. Значит, джем. Следование было таким образом спроектировано. То есть, вот, ну, какова цель у тех людей, которые разводят и создают джем? Они хотели бы, конечно, привлечь покупателей, стимулировать продажи, да, и что они… Им нужно было выяснить, как можно это сделать. Естественно, ну, что они будут делать? Они предложат… У всех людей разные вкусы. Всем нравятся новые их. Первая идея была предложить людям большой выбор джема. И, значит, такое было создано исследование. Ну, естественно, они, как бы, такой АБТС, да, делали. То есть, в магазине одним людям было предложено… Да, дальше посмотрю. Шесть, значит, банчик джема разного, да. То есть, он спознателен, но он, в самом деле, был разным. В других магазинах, значит, людям предложили… Ну, причём эти магазины сразу, я говорю, то есть, они были уравнены примерно по тому, как они, по всем прочим, равны. То есть, по продажам этого джема, они были примерно равны. Теперь, в другом случае, мы предложили 24 джема, да. Как вы думаете, что произошло дальше? Вот в вашу гипотезе вы скажете. Что вы думаете про решение? То есть, как вы могли бы это объяснить, да. Слишком сложно сделать много программного. Ну, нет, я считаю… Много делать выбор, когда… Мне кажется, что вы провели там за шесть, потому что… Ну, то есть, мне так и создаётся ощущение, что всё там разбавлено. Ага. Интересно. Что самое лучшее, если возникло того, то, что осталось. Интересно, интересно. Да. Понятно. Хорошо. Ну, давайте отключим с вами числа. Смотрите, что произошло дальше, да. То есть, они измеряли три вида. Как бы, три было параметра для измерения покупательского поведения. Проверили интерес, да. Ну, как бы, естественно, больше джема, больше джема, больше джема, больше джема, интереснее, все подходят, пробуют, да. Вот, смотрите, попробовали, да. Ну, примерно количество одинаковое. Так, да, примерно. Смотрите, купили, да. Ну, вот то, что я сейчас услышала в зале, это купили больше там Е6, потому что там сложнее выбирать. Как вы думаете, во сколько была разница? Например, вот вы, я помню, что вы сказали, что было сприней. Скажите, какая у вас гипотеза, во сколько отличалось это количество? Четыре раза. Четыре раза. Кто больше? На порядок. На порядок. Ну, давайте посмотрим. Да, действительно, смотрите. То есть, получается, что здесь в реальном случае купили всего три процента. А здесь три процента. То есть, что мы получаем, да, что… Давай, давай попернемся. Вот, когда у нас такое огромное количество выборов, вот этот выбор, да, он становится очень сложным, очень трудоемким. То есть, он просто нас перегружает, и в итоге мы отказываемся от желания покупать, хотя нам нравится, мы интересовались, подошли, провели весь время даже, да. Как можно это объяснить с позиции вот этой дефолтной опции? Смотрите, вот человек, когда приходит в супермаркет, да, у него нет желания покупать какой-то джем. То есть, у него списки продуктов намерений покупать, вот там джем отсутствует, да. То есть, в одном случае, то есть, что здесь, какое произошло изменение? Альтернативная опция дефолтная, в данном случае, стала гораздо сложнее. И что происходит? Люди остаются выбирать свою дефолтную опцию, то есть, не покупать джем. Вот примерно такая дефолтная. Вот примерно такая дефолтная. Вот такая дефолтная. Баночка наклейку 50% опыта. Ну, за 4, да, это еще. Вот, да. Здесь мы можем подытожить то, что мы сейчас видим. И я теперь задаю вам вопрос. Как мы можем это использовать, и как мы должны это учитывать, когда мы создаем опыт пользователя, да, и проектировать интерфейс, или что-то еще. Ваша дефолтная. Ну, скажем, оставлять ярко выделенными, не больше, скажем, 3-х ремонтов. Ну, то есть, ну, каким-то образом создать меньшие выборы. Делаем проще. Делаем дефолтную опцию. Самое логичное дело с дефолтным. То есть, видимо, дефолтом, да, и лаконичным. А как вы думаете, кстати, вспомните, какая компания уже использует этот принцип и успешно как бы… Избирайся на Матвайнику. Ну, кстати, да. Ну, а еще. Очень знаменитый рейс, Александр. Apple, действительно. Потому что приложение, которое они дают пользователям, намного гораздо, ну, менее разнообразно, чем другие компании. Соответственно, люди не морочат. Они просто покупают iPhone. Есть один телефон. Айфон. Все. Один телефон. Один телефон. Один телефон. Один телефон. Посмотрим. Говорят, продажи не выросли сильно. Но настолько, как они ожидают. Так, хорошо. Еще какие могут быть из этого следствия? Ну, быстро давайте. Группировать, давай. Группировать. Да. Таким образом, помогать. Да. Да. Значит, смотрите, ну, давайте я тебя добавлю. Во-первых, мы должны осознавать меру ответственности, да, и вот когда мы разрабатываем дизайн этих форм, мы должны понимать, что дополненная опция, которая там содержится, она будет наиболее сильной. То есть мы можем таким образом, во-первых, управлять этим выбором, и если это касается серьезных вещей, как, например, участие в пенсионных программах или ипотеки или чего-то такого, то будьте на чеку, потому что вы несете ответственность как дизайнер. Во-вторых, когда вы проектируете опросники за пользователя, да, и вы даже задаете вопрос во время изобилийти тестирования, очень важно, каким образом сформулирован и подан ваш вопрос. Потому что дизайн выбора, который вы предлагаете ему, например, если у вас ограниченный выбор в ответ на вопроснике, он определяет ответ. Может быть, в большей мере, чем в реальной ситуации. Так, ну давайте пойдем дальше. Следующая история, да? Вот представьте себе, что вы собираетесь на каникулы, и вам предлагают, в качестве компьютера, уже великолепные интерфейсы и подъем продаж, выбрать поездку в Рим или в Париж. Кто пойдет в Рим? В каком сезоне? По вашему выбору, не важно. В гости ближайшем. Не важно, это не имеет значения. Сейчас мы опустим этот момент. Так, значит, кто предпочитает Рим? Окей, отлично. Кто Париж? Так, ну, примерно я смотрю форму. Хорошо, давайте мы попробуем теперь рассмотреть этот выбор местных иначе. Подвинемся вперед. Вот смотрите. Значит, теперь вам предлагают три опции на самом деле. Вот Рим. И завтраки включены в стоимость вашей поездки. Париж за 12-ти включены в стоимость поездки. И Париж, и вот без завтрака. Вот Париж. Отличная опция. Так, давайте еще раз. Кто едет Рим? Так, окей. Париж. Париж с завтраком. Париж с завтраком. Угу. И Париж без завтрака. Отлично. Будете кроме без завтрака. И вас было крово, я запомнила. Смотрите. Ну, мне сейчас трудно, наверное, посчитать ваши руки. Но знаете, что нам говорят ученые, да? Что в данной ситуации одна из этих опций определенно будет более предпочтительной. Какая? Как вы думаете? То есть добавляя, смотрите, он сразу откроет себе, что добавляет и завтрак. Париж завтрак. Да, почему? Париж больше, но и завтрак. Потому что они здесь выборы. Не нужно принимать решение. Так. Хорошо. Но здесь же тоже не нужно принимать решение. Ну, тут, фактически, две опции. Париж и одна посетительная. Ну, тут видно, что эта опция лучше. А да, лучше чего? Как сравнение. Так. Ну, теперь основная. Старин или более лучший Париж. Ага. Ну, давайте последняя. Последняя версия. Да, еще два опции. Извините. Куда? У меня такой вариант, что мы добавляем, получается, завтрак, и пользователь начинает сравнивать, что было до этого. И получается, что он сравнивает с опцией, где не было завтрака. И сравним, в итоге два Парижа. И в итоге, как бы, под фоку, и идем в Париж. Хорошо. Давайте посмотрим на ответ. Угадали вы или нет? Я извините, сейчас не смогу услышать все версии, потому что мы иначе не ложимся во времени. Я вижу ваши руки. Может быть, мы после сможем услышать это. Давайте. Да, действительно, в общем-то, были правильные гипотезы, и даже были правильные объяснения. Когда мы добавляем какую-то третью опцию, нам определенно кое-что здесь становится легче сравнивать. То есть, определенный выбор, одно дело, Рим или Париж. То есть, очень много разных культурных родителей, разная кухня, разные развлечения, очень много параметров. Когда у нас есть Париж завтра, там Париж без завтра, то очень просто все становится. Правда? И вот эта простота, она смещает выборку к этой опции. Называется это эффект приманки или декольки. Он давно известен маркетологом, но не известен всем литерам. Давайте посмотрим дальше, что у нас. Давайте посмотрим, как это на интерфейсе складывается. Вот смотрите, что здесь у нас. Это реальная стреляна. Оно было проведено у нас в пределах Андрея и Дэна Моррея и его коллегами. Значит, что мы здесь видим, да, я вам переведу. Это подписка на журнал «Акономизм». Значит, веб-версия 59 долларов. Печатная версия, ну, печатная версия, и печатная версия и веб-подписка. Ну, я думаю, что уже и три дня. Все понятно. Но давайте сделаем очки. Так, не кручите? Все, кто увидел, молчат. Давайте, да? Ну, первый шаг я вам открою. Смотрите, какая была конверсия. Ну, понятно, да? То есть мы добавили опцию, которая нам облегчает сравнение, и у нас выросла конверсия. Вот здесь очевидно, что этот выбор лучше в данной ситуации. Ну, не для всех, но как бы, да. Как вы думаете, если мы эту опцию выбираем отсюда, которая помогает нам лучше, что происходит дальше? Ну, подумайте, сейчас каждый, наверное, не будет делать так, да? Подумайте каждый, насколько вырастет конверсия. Делайте вот примерно вот такое. Так вот для себя в голове. Так? Если что вы скажете? Если вот этой опции, просто посмотрите, да, вот я, допустим, человек, я дизайнер формы, да? Я свою, это никто не выбирает. Зачем? Надо выкинуть. Логично? Логично. Логично. Ну, как бы, конечно, учитывая, что вы уже знаете, уже не логично. Но по умолчанию, если опция никому не нужна, 0% конверсия, зачем она нужна? Мы ее просто выбираем, чтобы увеличить форму, минимализм и все дела. Ну, на самом деле, если мы берем эту форму, значит, конверсия, как вы уже знаете, должна измениться. И просто я вас сейчас прошу, прикинь в голове, насколько сильно она изменится, и мы узнаем, насколько вы были правы. Ну, приятно. Ну, смотрите, да, вот такая ситуация. То есть, казалось бы, простое действие, просто убрали опцию, которая никому не нужна. А ситуация драматически меняется. Ну, и, соответственно, как это можно объяснить, да, вот если, наверное, я сейчас не буду спрашивать ваше мнение, но очевидно, что вот эта вторая опция, да, на самом деле, она может нас остановить? Эта вторая опция, она, во-первых, что здесь происходит? Она определяет стоимость. То есть, мы теперь знаем, что, оказывается, это подписка стаблоса, а вот это здесь, ну, какой-то подарок. Да, то есть, она помогает нам сравнивать и выделить ценность внутри вот этого комплексного продукта. Так. Ясно, да, с этим видео? Давайте так, что-то дальше. Ну, давай дальше. Ага. Ну, то есть, вот этот эффект называется вот таким вот опытом. Как мы можем их использовать? Ну, предложить кто-нибудь? Вы не пользуетесь по нему вперед? Ну, грубо говоря, есть более дорогой продукт, надо его продавать. Так. Так. Грубо говоря, допустим, в лоб. Та опция, которая нам наиболее интересна, ее можно поставить в различных вариантах. Угу. Ну, да. То есть, смотрите, если вы хотите склонить людей к определенному выбору, вы должны предоставить вот там из трех других. Вот это, кстати, относительно к продуктовому дизайну. Вот если у вас на рынке есть три продукта, можно добавить один одинаковый, но который будет чуть-чуть похожее, чем тот, который ваш. И это уже сместит выбор людей, так как ему проще сравнивать вот эти два продукта в сторону вашего продукта. То же самое с какими-то опциями для подписки. Если вы хотите сместить выбор в сторону определенной опции, то вы добавляете еще одну опцию, которая чуть-чуть похожее, чем та, которая вам нужна. В общем, для меня это вот не сказать, что руководство есть, но я готова на основе данных этого исследования поэкспериментировать. Например, вот это, на что получится. Потому что, ну, все говорит на самом крае данных, что это подтверждается. Так устроили наши мозги. Хотя, когда он звучит не очень-то логично. Просто дизайн выбора. Давай дальше. Извините, что я вам это говорю. Здесь теперь просто когнитивный диссонанс. То есть, получается, что если мы сделаем, скажем, купите айпад, либо синий айфон, либо красный айфон, либо желтый айфон, это там счет, как там слайд. Да? То я бы растерялся, думал по айпаду. Потому что слишком много выборов айфона. Ну, тот выбор, который ты предложил, он не напрямую как бы относится к этому кейсу сейчас. Если ты предложил, например, айпад, то скажем, да, самсунг, айпад и айпад предыдущей версии. Самсунг без батарей. Ну, да. Говорили бы самсунг тогда. Вот, да. Все правильно. Давай дальше. А, все, да. Ну, для человека это такие выводы. Примерно, да. То есть, они будут презентации. И, в общем, история про это, да. Потому что, на самом деле, убирать астрадовое трудное, мы все не способны, стараемся вот этой капитальной нагрузки избежать. И в то же время нам, как дизайнерам, это дает возможность манипулировать. Но я верю, что в лучшую сторону. Убеждена, что вы эти нагрузки будете использовать для того, чтобы убедить людей купить, там, в спортивный зал, например, да, а не что-то, что им не нужно. Да. То есть, будьте на стороне добра и на стороне силы. Так, пойдем вперед. Значит, смотрите. Еще одна история для вас, да. Вот в середине-середине 40-х годов в Америке стали популярны такие кулинарные смеси, да, для приготовления этих ферсов, матерных. У тех, которые вы кушаете в Макдональдсе. И, значит, все было в порядке. Естественно, появились такие смеси для торта, но они почему-то не продавались здесь для торта. То есть, матерные продаются, пироги продаются. Те, которые для торта, не продаются. Ваша гипотеза, что здесь не так вот? Ваши гипотезы, что здесь не так вот? Крем, угу. Так, еще какие гипотезы? Почему именно пироги не продаются, торты не продаются? Очень готовый продукт. Понять смешеничный результат. Так, ну, так, хорошо. Слишком большая упаковка. Угу. Ну, посмотрите, вот версия, там, самая первая версия, которая была, не то, что на самом деле невкусная. То есть, пироги нормальные, варьем нормальные, а вот торты у них получились неудачными. Они провели, значит, исследование, не все в порядке, торты достаточно вкусные. И дальше потом, значит, знаете, следователи, в один момент, такая дама по фамилии Дитрих, значит, вызвала гипотезу, что, на самом деле, торт – это нечто иное. То есть, это не пирог, это самостоятельное блюдо. Представьте себе, что вы хозяйка, там, у вашего супруга и ребенка дня рождения. Вы готовите отдельное блюдо, это бесерт. Вы получаете за него комплименты, там, и просто делаете нечто особенное для любимого человека. Если вы просто взяли, допустим, смесь, размешали ее водой, поставили выпечку и достали, и что-то вот здесь не так. Значит, выяснилось, что, точнее, вот ее была гипотеза такова, и она потом подтвердилась, что хозяйки, то есть для них вот этот пирог торт, он является самостоятельным блюдом. И они, как бы, идентифицируют себя с теми комплиментами, с тем пиддаком, который они могут получить по итогам этого торта, да, как я его выражаюсь. То есть, смотрите, значит, история такая, в общем, если хозяйка получает комплимент за просто такой вот торт, который она просто размешалась водой, она не чувствует, что она его приготовила. Она не вложила в него свои усилия, она не создала этот торт, да. Те комплименты сказаны. Во-первых, она не сделала ничего особенного, если этот человек чувствует вину. И во-вторых, комплименты сказаны ей, наоборот, осуждение, что, ну что, что не постаралась, ты готовила одну яичницу, да. В общем-то, она чувствует себя не очень хорошо, хотя там маффины и дорогие какие-то несостоятельные блюда, которые прикуску к остальным идут, с ней никаких проблем нет. Какие-то интересные цели. Значит, что они предприняли, что бы его предприняли, да? Ну, нечестные, но смотри, история такая, действительно продажный шлейф. То есть, он будет решить проблему. Вывал, Влад, какие-то пользы. Ты понимаете, какой-нибудь? Есть у кого такие пользы? Хорошо, что можно придумать. На три пакетика разбить одинаково. Так, разбить на три пакетика. Я предложил, сделать, например, большой выбор этих мюнцетов, которые можно по-разному, очень по-разному компоновать. То есть, это добавит большинство хозяйки, потому что что-то она придумала. Конструктор, да. Ну, очень хорошая идея, потому что, действительно, так и вышло. Только, значит, что они сделали, они вынесли из этого пирога, то есть, они усложнили приготовление пирога. Они выяснили на него яйца, молоко и там что-то, какой-то еще и вредит. То есть, в итоге, значит, вот давай перенесем, вот вот такая инструкция стала вот такой. Очень все просто, смотрите, да? Сделали сложнее, а продажи пошли. То есть, проблема была решена на самом деле. То есть, о чем вы там говорите, да? Ну, пока, наверное, подумайте просто на эту тему, да? Что, значит, вот после того, как это было изменение сделано, люди уже чувствовали эту причастность к этому правду, они чувствовали, что они это сделали, что это их авторство, что это они испекли, это пирог, и, в общем-то, все в порядке, нечего стыдить. Поехали дальше. Значит, смотрите, да? Вот я знаю, что в Беларуси нет Икеа. У кого здесь есть, ну, кто, может быть, сыграл мебель самостоятельно или сыграл мебель из Икеи? Вот я сыграла мебель из Икеи. Я сыграла из Икеи. О, ну, неплохо, супер. Ну, тоже считается, да? Удивительный факт, да? Казалось бы, нас заставляют сидеть полночи там, собирать, сломать вот такие инструкции. Я очень часто не помню. Когда я подвала свою кровать, оказалось, что у меня три детали лишние. Да? Но я была, тем не менее, очень и очень горда собой. То есть, несмотря на то, что это очень простая кровать, ничего у меня нет особенного. Кто-то в ней криво, но я чувствую, что как бы с авторством в какой-то мере, да? Вот этот эффект. Значит, смотрите, да, что когда мы вкладываем во что-то усилие, мы относимся к этому иначе. Мы относимся к этому, мы уже вкладываем чуточку, капельку себя и относимся к тому, что больше любим, больше оценив. Он был назван Экей Крикея. Исходя из того кейса, как автор этого исследования Джейн Рейли, как он к нему пришел. Он тоже обнаружил, что он безумно горд собой. Когда он собрал эту табуретку, там, кривая красавица, она ему дороже, чем то, что было куплено, уже собрано. Да, давайте посмотрим, как это было. Его в детстве конструктора не было. А может, как раз на Вов это был? Давайте дальше посмотрим. Значит, они провели такое исследование. Посмотрим, насколько это действительно соприделось наукой. Потому что какие-то есть такие кейсы, а как нам проедет, правы или нет. Значит, они использовали оригами. То есть людям давали собрать по инструкции оригами. И дальше пробовали, значит, ну, есть такая была стерва. Представьте, мы собрали оригами, а дальше вам нужно торговаться с компьютером. Вот вы задаете ставку, а компьютер вам дает другую случайную ставку. И если его ставка выше, то ваш оригами оставляет свой исследователь. Если ваша была выше, то в частном условии, да. Значит, дальше они предложили таким образом дать оценку своей работе и попросили других людей, которые не были авторами этих оригами, оценить тоже эту работу. Ну, как вы думаете, какая была разница? То есть те, кто авторы, и те, кто оценивающие. Ну, естественно, авторы бывшие оценивали. Порядок? Да, действительно, авторы. Порядок? Ну, примерно. А, да, представьте, какая была разница. Пять и больше. Пять и больше. Ну, нет, в этом следе, значит, там где-то, ну, ориентировочные были примерно пять. То есть те, кто смотрели на эти нелепые оригами, которые криво очень собраны, оценили примерно пять центов, а те, кто их сами делали, примерно 27 центов. А дальше что они сделали? Они решили проверить. Но может быть дело в том, что те, кто собирали, на самом деле, они любят оригами, да? Просто им нравятся оригами, поэтому они оценивают их выше. А те, кто со стороны смотрели, они просто любят оригами. Поэтому они решили усложнить историю. И, значит, они убрали для некоторых людей определенные части инструкции. То есть для части несчастных респондентов собирать оригами стало еще сложнее. Естественно, они появились еще более кривыми у них. И что произошло дальше, да? Как вы думаете? Цена выше оценивали. О, интересно. Ну, давайте посмотрим, что случилось дальше, да. Действительно, это есть. Вот те, кто создавали, как только инструкция стала еще сложнее, оригами стали для них еще здоровы. Соответственно, те, кто оценивали, наоборот, поняли, что это не лягушка, а непонятно кто, не лягушка, не лягушка. Вот такая вот история. И, значит, чтобы здесь снять такой фактор, этим оценивающим показали еще и работы профессиональных оригамистов. И, естественно, они оценили примерно так же высоко, как создатели оценили свои работы. Значит, вот такой вот эффект. Тебе все понятно сказали, что инструкция там нет. Ясно. Ни разу не пробовала, но, видимо, там что-то сложное, и нужно вложить душу. Вы вложите душу, да. Так, что там дальше? Да, ну, смотрите, да, вот если так подытожить, это вот кастомизация, то есть усилие, которое можно вложить в некий продукт, в некое взаимодействие в продукт, там, или услуга, или в компании, да, это нечто большее, чем просто какая-то кастомизация. То есть это дает нам возможность вложить часть себя, идентифицировать с этим, создать некую историю с этим продуктом. И чем больше усилия, тем больше любви, но где-то есть баланс. Конечно, если там вы оставите, то есть если у вас все невозможно выполнить, и вы не сможете, человек не сможет получить финальный результат, он не будет сейчас с этим идентифицировать. Как мы можем этим пользоваться? Как мы можем этим пользоваться? Какие есть идеи? Вернее, спрошу, кто это уже использует? Знаете ли вы такие компании? Любые. Любые. Кто? Либо в геймдизайне. А, в геймдизайне. То есть там, где можно что сделать? Баланс. Состояние потока. А, да-да-да, действительно, тебе труднее, ты как бы все больше влюбляешься в продукт. Так, баланс усилий, все верно, создание состояния потока. Еще, какие еще 10 идентифицировать? Есть идея привлекать заказчика, чтобы он помогал создавать программное обеспечение немножко. Очень хорошая идея. Говорят, что их надо привлекать, как можно чаще, больше. Чтобы они любили. Все правильно, правда. Здорово. Эту идею нужно распространять. Еще идеи такие есть. Где вы можете это встречать? Где вы знаете? Это когда затруднения, наоборот, вызывают в вас желание добыть это или сделать это. Да. Ну, фактически есть магазин, который продает товары, который можно открывать по разным параметрам. То есть выводит список, и уже можно выбрать 10 шагов, например, или 5, или попроще, то вероятно, что второй покупки будет получше, потому что много это времени. То есть затруднительно, или кастомизация товара, конечно. Да. Вот смотрите, интересная история, где приложить эту трудность? Сделать 3 шага. Да. Может быть, или как. В общем, интересный вопрос, на самом деле. Нужно думать. Да. Значит, давайте еще одну идею. Я полагаю, можно так и сделать. То есть уже продать, и после продажи дать ему возможность за время продавца внести какие-то изменения. То есть он уже готовый уже как бы есть. Ну, то есть, как называется, это идея, да? Да. То есть, как называется, после покупки, да? Когда у вас идея. Ну, на самом деле, мне кажется, да. Наверное, если продукты, которые обновляются во время времени, или они бизнес используют, или нужно покупать заново, то, наверное, такая опция может помочь проникнуться любовью к тому, что вы делаете, и даст преимущество к конкурентам. Если я правильно слышала мысли. Да, да. А, ну. Ну, да. Пообщаемся тогда. Значит, смотрите, вот есть, например, такие сервисы, как Gribble или Havra Havra. Вы не можете туда попасть, кроме как Havra Havra, вы не можете пользоваться. Знаете, да? То есть, казалось бы, это трудно. Это трудно получить. Это не так просто. Это нужно, на самом деле, довольно много поплатить, чтобы разобрать, например, аккаунт на Gribble, да? Вот такой, где вы можете постить. И, соответственно, это повышает ценность, ценность этого членства в этом сообществе для тех, кто его получает. Или, например, вот есть у американских вузов. Например, у нас вы видели фильмов. У нас такой часто применяется. Такой обряд инициации, да? Вот, чтобы стать членом определенной группы, вам нужно делать страшные вещи порой. Я знаю, что в одной из компаний, в одном из таких сообществ нужно было съесть, например, сырую печью. Чудовище, да? Но люди идут на это, потому что и проходящий этот обряд они уже ценят это членство в большей мере. Или, например, вот, допустим, компания Converse знаменита тем, что она дает возможность создать вам продукцию. То есть, вот, как бы, вот та история, да? Но вот, может быть, это можно приложить где-то здесь. То есть, я создаю свои кеды, и я уже, ну, не могу их просто не купить после этого. Или хотя бы расшарить соцсети. То есть, мне понравилось, что мы говорим, что там не шары здесь. И я думаю, что хороший, наверное, результат. Уверена, что там есть вариант. Потому что это некий такой… Я уже в соцсети с этой компанией. И, в общем, другие тоже это используют. И случай из моей практики. Вот мы, когда время говорил, проводили исследование пользователей. Мы очень боялись, мы вот сделали это, да? Боялись, что пойдет конверсия. Нам нужно было понять цели, с которыми люди приходят на сайт. А мы не хотели давать им готовые выборы, да? Вместо этого мы предложили им такой визард, опросник, да? И это было шесть вопросов. Один из которых означал, что не нужно руками написать. Почему вы хотите изучать английский язык? Чудовищно, да? Мы сделали гораздо труднее, труднее вход на сайт. Как это было? Мы скрипя сердце, глядя на аналитику, просто смотрели, что сейчас за эти два дня уступает конверсия. Просто, ну, мы морально решились уже на этой. Что в итоге получилось? В итоге, удивительным образом, ретеншин этих людей вырос, на самом деле. Потому что, пройдя этот опросник, рассказав больше о себе, рассказав о своей цели, сформулировав эту цель, они уже создавали некую историю отношения к нашим сервисам. Вот такая интересная история. А скрипнуть его можно было? Да, его можно было скрипнуть. Ну, на самом деле, очень высокий процент тех, кто принял участие. Ну, благодаря тому, что мы вот так не знаем. Отлично. Да. То есть, в общем, исследование хорошее. Так, давайте вперед пойдем. Ну, и что такое, да? То есть, вы хотите, чтобы ничего не делать, сделать только семи, положите его в ушел. Вперед, поехали? Так, ну, давайте следующий тогда момент, уже последний. Пять минут у нас осталось, мы пройдем его быстро. Вот смотрите, этого мужчину, зовут Тони Виттл. Он довольно популярен в Америке. Знаете, у них есть такие магазины на диване, такие вот, шопник такой, да? И он довольно хорош в его продаже, но вот, было в истории его компании, сейчас, наверное, на 6 миллиардов, он вообще как-то бешеные деньги просто поддает. В истории его компании был один очень высокий сплет, значит, продаж, да? То есть, у Зоси очень сильно подняли конверсию. Как это было сделано, вот, я вам, наверное, сразу подскажу, то есть, ну, вы, скорее всего, знаете, из книги Роберта Шелдинь, уже давно это ходит, про то, что сошел-пруг работает, на самом деле, и в курсе, да? Вот смотрите, да? Вот здесь, сейчас эта история будет про сошел-пруг, я вам просто сразу расскажу, да? Потому что я уверена, что он не для многих из вас помимо. Вот смотрите, да? То есть, я вам подсказка сейчас, давайте, историю про сошел-пруг. Вот это такая похожая строка, вот там, где у них экран телевизора, снизу там телефон, звоните, заказывайте, вот здесь я продажду, и вот это был стандартный текст. Как можно его изменить, чтобы… То есть, история в том, что когда они резко подскочили продажи, то, что они изменили, это был вот этот текст. Осталось всего два. Осталось всего два. Осталось всего два. Еще версии. Нет, он рекомендует. Вам рекомендует? Я. Вы. Ну, смысловно. А, он. Ну, он как бы рекомендует всю дорогу, это там, всю программу. Ну, здесь конкретно он рекомендует. Вот именно он все время там рекомендует. Что-то другое еще должен, что-ли, ну, не знаю-то. Еще какие версии? Вы можете поговорить со мной. Вы можете поговорить со мной. Ну, ну… Технически это немножко сложно. Вы можете на труд, как для меня. Нет, вам так идет, если вам понравится. Но, хорошо, ну, смотрите, сейчас… Я вам дала подсказку. Скорее про social crew. Про силу толпы, да? Тысячи людей уже купили. Количество куплено, да, уже. Ваши друзья уже пользуются. Ваши друзья уже пользуются. Отлично. Можно было рассказать? Сохотить на какие-то условия? Звоните сейчас. Ваши друзья. Веснижу добавить маленький… На так далее заметности, но заметный. Да. А счетчик, что он уже позвонит? То есть, количество позвонивших. Отлично. Ну, еще давайте. Вы его, да. Количество места ограниченного. То есть, количество товара ограниченного. Расхватывают, да, но неизвестно. Ну, так и маркерс. А может, и количество позвонивших, и количество людей на линии. То есть, сколько в очереди. Да. Сколько в очереди. Отлично. Давайте посмотрим, что уже произошло. И, браво, я услышала правильные версии сейчас. Ну, на самом деле, то, что вы высказывали, многие идеи сейчас, они довольно любопытные. Я бы тоже их протестировала, на самом деле. То есть, то, что вы говорили, в общем-то, правильно, то что ли. Но не использовали вот эту глухонаболировку. Вот, казалось бы, с точки зрения бизнеса, самоубийства. Написать, что ребята заняты, да, а тем не менее, в итоге они получили рост продаж и довольно драматический. Вот и вечный вариант, который можно задуматься, да. То есть, что здесь в итоге, да, почему это сработало? Создаете впечатление, что люди ломятся и разбирают товар, что действительно линия занятая, что есть аккуратные операторы, что они все звонят, пожалуйста, звоните снова. Вот такая вопрос. А можно вопрос? Но мы знаем, что у них не были занятые операторы, или мы не знаем? Ну, это была правда или это было? Это была, я думаю, что просто формулировка, правильно. Скорее всего, все не было. Я думаю, что у них все было. Я думаю, что вряд ли, да. Так, ну хорошо, давайте дальше. А, да, ну вот здесь вот коротенько, да, вот. Когда люди, вот, ну, я бы не всегда, ну, если, например, вы любите, допустим, вы уверены, что любите Макдональдс, а не там Бургер Кинг, да, вот точно знаете, то, наверное, вас, если вы увидите, что там пошло Бургер Кинг, она вас не сманишь, да, но в некоторых случаях, когда вы не уверены, когда вы сомневаетесь, когда у вас давление времени или стресс, вот этот вот эффект этой толпы, то есть пример таких людей, он является для вас руководством действия. И мы видим, что вот это работает, да, то есть мы смотрим на других, и, ну, иногда это, на самом деле, рациональная стратегия, это не просто вот какое-то, потому что часто у нас нет времени, ну, а может быть люди правы. Где-то в жизни вы видели примеры вот этого? Да. Где? В аэропорту в чужой стране. Да. Да. Да, действительно, да. Хотя, в общем-то, они тоже, может быть, там первый раз так же, как и вы. Да? Вот смотрите, а вот на рынке кто-то видел, что, допустим, рынок, да, и все топятся вот. У одного ларька. У одного ларька, да. Ну, наверно, народ знает, наверно, там вкуснее, да. Вот я очень часто наблюдаю такую картину, но не поддаюсь, потому что знаю вот об этом. Так. Ну, давайте дальше. Значит, смотрите, да, вот теперь рассмотрим. У нас еще мало времени, но мы как раз успеваем. Две минуты, да? Вот используется тоже вот эта же история здесь. Вот они, значит, решили, да, вот сейчас в гостинице. У них там очень популярно, вот если вы были в Европе, вот эти программы по тому, чтобы сохранять экологию. Ну, как бы это, естественно, здесь выигрывает от того, что он не помнит менять полотенца, да. Сейчас я переведу, да. Ну, смысл такой, что, пожалуйста, не используйте ваше… используйте заново ваше полотенце. Давайте мы не будем обоглинять, потому что мы будем заботиться об окружающей среде. Это позволит нам сохранить энергию и траливать. Понятно, да? Есть какой-то партнер людей, которые действительно в этом участвуют. Как бы вы изменили это сообщение, чтобы повысить конверсию тех, кто вовлекся в эту программу? Быстро только давайте. Какие идеи у нас мало времени? Подкупанды. 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 Отличный национальный дизайн. Ну… Если вам не применяли полотенце… Смотрите, ребята, да, история про сошел продукт. То есть вот думайте в эту сторону сейчас. Как можно сделать это таким вот образом, чтобы как бы сила толпы тут сработала? Ну ладно, давайте я вам подскажу. 80% людей… Вот, да, вот прям пропишу. Супер. Да, смотрите, значит, что произошло, да. Исследование изменились следующим образом. Действительно, было там, на самом деле, проведено, были замерены все показатели, что отель очень заинтересована, конечно, в том, чтобы… Ну, как хочется… Задориться об окружающей среде, да. Значит, написано, что осенью 2003 года 75% тех, кто остановился… Те, кто участвовал в нашей программе. Да, вот, приняли участие в этой программе. И, в общем, в 20-й председательской программе. То есть, что нам сказали, да, действительно, что большинство людей, кто потом знал, действительно, осенью 2003 года, ну, вы сказали, что это было недавно, да, они приняли участие в этой программе. И, само собой, конверсия у нас выросла. Ну, что, давайте подумаем, что еще можно идти? Вот еще можно поднять эту конверсию. Что еще можно подумать здесь? Подумайте. Вот вопрос, в конце. Готов ли ты помочь природе? Окей, ну, смотрите, да, давайте перестанем ситуацию, мне кажется, догадались. Вот, конечно, мы принимаем пример дружбы, да, за какими другими мы следуем? За всеми или другими мы следуем? Да, почему, например, показывают там каких-то известных спортсменов? Почему это работает? Ну, здесь, наверное, не совсем правильно, там в другом церкви чуть-чуть. Ну, смотрите, мы следуем, ну, мы следуем, на самом деле, не за всеми. Мы следуем в большей мере на тех, кто, ну, хотя бы в отчасти, как бы, является нашей референтной группой. То есть, эта группа – это значимые другие, те, кого мы хотим, кого мы хотим, те, кого мы динамифицируем с собой. То есть, в данном случае… Давай дальше смотрим. В данном случае, смотрите, что сделали, да? Вот, казалось, совершенно очень печально. Наспадатика, на самом деле. Здесь все тоже самое. 95% гостей, которые остановились в этой комнате, в комнате. В том числе остались. Казалось бы, да? Ну, что такое? Кто мог подумать, да? Ну, здесь, на самом деле, даже нет вот этой вот… Да, удивительно, да? Смотрите, здесь даже нет вот этой опции, чтобы… То есть, это не там, не Барак Обама, там, не Синди Кроуфорд, я не знаю, там, да? Просто люди, которые просто… Ну, какое мне дело, кто были эти люди? Они для меня никто, да? Но у меня с ними есть некоторая общность. Я с ними остановился в одной комнате. Ну, казалось бы, такая небольшая вещь. Ну, как вы думаете, поднимается она конверсию? Ну, я думаю, что уже да, можно догадаться. Давайте прикиньте сейчас в голове на сколько примерно? Вот на предыдущего там, да? Ну, в общем, на сколько? Ну, давайте, да, посмотрим уже не будем. Значит, смотрите, да? Вот это было стандартное, как в смысле, сообщение, да? Вот это вот те, кто, что 70% получат, то есть толпа… Все это делают, все это делают, да? И те, кто остановились в вашей комнате, то есть все-таки прирост… Ну, он не такой там драматический, но он все-таки есть, да? То есть вот эта вот история работает. Давайте посмотрим, как мы можем это использовать? Вот если вам нужно вовлечь кого-то в некоторое день или там… Как вы думаете? Допустим, или у вас, например, есть три опции, да? Вы хотите, чтобы одну из них выбирали чаще. Что у нас? Во-первых, щенчик, да? Во-вторых, вот я не знаю, пока самокат еще не придумала. Можно каким-то образом передать, что эти люди такие же, как вы? То есть у вас с ними есть некая обществ. Люди, которые выбирают сообщество, они примерно… У них есть там что-то очень. Ну, например, если… Так, как бутингром делают, и покупаешь из того же города, когда последний раз человек купил из того города… Да. Да. Я на самом деле думаю, что это вот эта история. Я в том посту. Ну, то есть, смотрите, в общем, история такая, что нужно думать, нужно использовать и смотреть, что получается. Да, пожалуйста. Значит, смотрите, мы сейчас уже анализируем. Вот мне показывают красный крестик. Вот здесь вот еще, в этой области, я помните, да? Вот моя цель была. Вас вовлечь в эту историю и поделась к тому, что вы исследовали и смотрели не только на типографику, там, и сетки модульных, но еще и думали о психологии, о том, как люди принимают решения и используют это, для того, чтобы делать это мир лучше. Всякие разные штыки такие есть, я вот так взяла. Мы тебе показала. Давай дальше. И вот эти книжки, значит, они будут презентацией. Вот смотрите, сейчас в этой презентации не было никаких ссылок на исследование не было, и ном, которые исследовали, но презентации, которые вы сможете скачать, они все будут, потому что это для нашего с вами общения, а для того, чтобы вы смогли, как мы дальше, я и дам вам собираю дела. Вот такая история. Значит, сюда вперед еще. Вот сюда мы можем написать, подружиться со мной на эту тему и на другие темы тоже. И если есть вопросы, я, наверное, не успею. Да, все. Спасибо. И так было интересно, с вами прошел. Очень классный день.